Карамурза. Два уже дня администрация колонии в Омске, где сидит Владимир, не пускают к нему адвоката. Ну и вот оптимистическая версия их исчезновения. Готовишься якобы масштабный обмен заключенными с западными странами, пессимистичная новая попытка давления на оппозицию, усиление контроля за политзаключенными. Песков вообще отказался комментировать эту тему и так далее. Вот какой версии из этих более пессимистичной или оптимистичной склоняетесь вы, Владимир? Если позволите, Питер, я без версий, я просто расскажу то, что мне известно на данный момент. Начиная с конца прошлой недели были в СИН России в центральном аппарате оформлены наряды на этапирование в Москву, в московский регион целого ряда, наверное, самых известных российских политзаключенных. Наряды были подписаны директором СИН и первым заместителем директора СИН. О чем это говорит? Началось такое большое массовое перемещение политзаключенных. Есть несколько разных гипотез на сегодняшний день. Самая первая – та, которая отвечает ожиданиям очень многих, и о чем опубликована и в телеграм-канале «Генерал СИН», и то, что сегодня уже подхватили очень многие и эксперты, и правозащитники, и адвокаты. Все склоняются к версии о том, что может быть, может состояться обмен политзаключенными. Это вот основная, наиболее вероятная версия. Вторая история – есть риск того, что будут возбуждены новые уголовные дела, и как раз это виток репрессии. Одновременно это может быть и тем, и тем параллельно, потому что Путин пытается поднять максимально градус. И, конечно, политзаключенные в России – это заложники. ФСБ и путинские службы, все в целом, они работали последние годы для того, чтобы как раз набрать, если хотите, два-три автобуса заложников политзаключенных. Самые известные из них, конечно, самые важные для Запада – это граждане Европейского Союза, граждане Соединенных Штатов, такие как Иван Гершкович. Поэтому, да, сейчас вот мы ждем новостей, скажем так, ожидаем по поводу этапирования Ивана Гершковича. И понятно, что вот этот лист, мы еще с утра сегодня хотели с коллегами написать некий пост в поддержку Владимира Карамурза, но чтобы его тоже включили в этот список. Но мы, как вот видим сейчас, это лишь просто там абсолютно логичное продолжение набора, возможно, в этот автобус разных самых известных людей для обмена. Вопрос лишь в том, что захочет получить Путин взамен, кого он хочет таким образом в результате обмена получить. Как мы видим, перед вот этим, скажем так, гипотетическим возможным обменом, мы на него, конечно же, рассчитываем, мы надеемся, мы верим, что это все к лучшему, а не к худшему. Давайте немножко побудем оптимистами, будем надеяться, что вскоре все эти известные, хорошие, невиновные люди, замечу, окажутся на самом деле на свободе. Что хочет Путин и что хотят те, кто причастен к этому обмену? Как я вижу, нынешняя вот уходящая администрация господина Байдена хочет войти в историю. Им принципиально важно забрать своих граждан, потому что чья администрация заберет, освободит политзаключенных, а в результате войдет в историю с большим знаком плюс. И это тоже сегодня вот по ту сторону Атлантики, там, где вы сегодня находитесь, тоже имеет большое значение. Насколько я понимаю, с одной стороны, есть запрос у Америки вернуть своего журналиста и еще одного своего гражданина, который находится, Пола Уиллана и Ивана Гершковича в Соединенных Штатах Америки. С другой стороны, мы видим, буквально вчера диктатор Лукашенко подписал помилование гражданину Германии, которого вообще-то приговаривали к смертной казни. Из всего из этого мы делаем выводы, что, скорее всего, происходит такой длящийся большой торг, где Путин с Лукашенко сделали первые два шага. Они уже на сегодняшний день помиловали и отказались от идеи расстрела и убийства гражданина Германии, что на самом деле можно приветствовать. И они сейчас начинают, как мы понимаем, набирать политзаключенных. И вот приходит информация, скажем так, с разных каналов связи. Вполне из них могут быть какие-то и методом какой-то информационной игры в этой ситуации. Но, по крайней мере, у нас есть информация, что часть из этого списка политзаключенных этапируют в Москву. Следственный изолятор центрального подчинения, подчинение 99.2, известный как Лефортова. Для чего их туда собирают? Видимо, для того, чтобы произвести этот самый обмен. И Россия, и Беларусь, Лукашенко и Путин, они показывают. Вот смотрите, мы уже одного помиловали, все, мы его расстреливать не собираемся. И мы начали, привели в движение политзаключенных. И в других, очевидно, они ожидают каких-то ответных шагов с той стороны. Как я понимаю, что списки... Почему мы не хотим раскрывать все детали и подробности того, что там нам известно, например? Чтобы ни в коем случае наше какое-либо вмешательство не сыграло в минус в результате этого обмена. У меня сегодня главный принцип, это не показать уровень нашего внедрения и проникновения в систему ФСИН. А у нас принцип сегодня работает не на вреде. Если действительно мы видим, что там что-то происходит, скажем так, оптимистично-позитивное, давайте дождемся результатов. Как я понимаю, конечно же, у Путина задача забирать в первую очередь своих агентов влияния, агентов СВР, ФСБ, которые так или иначе разоблачены, находятся на Западе. Кто-то арестован, задержан и даже уже осужден к пожизненному сроку лишения свободы, как красиков в Германии. Кого-то недавно взяли, задержали за участие в дезорганизации, в попытке дезорганизации Олимпийских игр. Под белорученьки здесь был один такой агент влияния, задержанный, арестованный. Об этом писала вся европейская пресса. В Соединенных Штатах, в других странах Запада и в Европе находится агентура Путина. И для Путина очень важно, конечно же, их вернуть в Россию, потому что он выдает своим спецслужбам, если хотите, лицензию на убийство. Он им приказывает, и они официально от его имени занимаются государственным терроризмом, выезжая в те или иные страны и устраняя, ликвидируя, убивая, если там по-русски, тех людей, которые Путину не угодны с тем, чтобы всех нас запугать. И вот несколько месяцев назад министр МВД Германии сказал публично, что Путин перешел к методам государственного терроризма. И здесь встает, конечно, вопрос о симметричности и непропорциональности обменов. Потому что, по крайней мере, нам на сегодняшний день неизвестно о том, чтобы, как бы им не нравился Путин, никому неизвестно, чтобы французская разведка, британская или американская отправляли кого-то, чтобы убить Путина или кого-то из его окружения в России, при том, что, очевидно, они творят бесконечное зло и военные преступления. То есть с этой стороны в автобусах сегодня, в гипотетических вот этих вот там виртуальных автобусах, пока, понятно, это тюремные камеры, камеры следственных изоляторов и помещений, функционирующих в режиме СИЗО, там находятся невиновные, там находятся заложники. Художники, журналисты, правозащитники, в общем, все те, кто для Запада, это олицетворение защиты западных ценностей в России. Кто попал под эти репрессии со своими впечатлениями? Владимир, у меня вот, вы немножечко затронули по поводу вообще, вот то, что вы сказали, каких-то спецопераций. И вот в этом контексте, я хотел спросить у вас, вы видели информацию о том, что якобы был контакт между высокопоставленными американскими чиновниками, пентагонами, если не ошибаюсь, и российской стороной, и российская сторона инициировала этот звонок, якобы дала понять Америке, типа придержите вашу обезьяну с гранатой, имея в виду Украину, она там готовит что-то жуткое и ужасное, и якобы американцы после этого были вынуждены пообщаться с украинской стороной и сказать, вот все, что вы там задумали, вот не делайте это. Я не знаю, есть ли у вас какая-то информация, что это может быть, или это очередная такая ИПСО и спецоперация России с тем, чтобы убедить Запад, в том числе повлиять, может быть, на выборы американские. И смотрите, кого вы поддерживаете, обезьяна с гранатой. Ну, я точно думаю, что, конечно, даже в таких формулировках там никто не обсуждал. Конечно же, в Москве прекрасно понимают, что Украина сегодня во многом зависит от поддержки и Соединенных Штатов Америки, и Европы. И, конечно, они пытаются воздействовать на Украину через Соединенные Штаты, вот такой канал дипломатической связи, попытка установить некие договоренности, которые в данном случае, как я понимаю, подтверждены уже и американской стороной, и российской стороной, даже украинской, я видел в пабликах, что действительно это имело место. То есть мы видим, скажем так, возможно, первые шажки или шаги по... с началу деэскалации, вот, как минимум, да, какая-то спецоперация отменена, все это подтверждают, соответственно, контакт рабочий и, соответственно, видимо, очевидно, и российской стороне ставятся какие-то определенные условия. Тут же мы видим с этой стороны, ну, очевидное спасение от смертного приговора, от расстрела гражданина Германии. То есть какие-то шаги друг к другу навстречу начинаются. К чему это может привести, в какой определенный момент, скажем так, умеренность перейдет в какую-то категоричность? Потому что мы прекрасно с вами все знаем характер диктатора Путина. Этот человек не отличается какой-то уравновешенностью, он может принимать какие-то решения, которые просто ввергают огромное количество людей в катастрофу, в драму по обе стороны линии фронта. И это его не останавливает вообще. В данном случае здесь, видимо, что-то серьезнее. Что предшествовало началу вот этой цепочки событий? Виктор Урбан, возглавляя одну из организаций Европейского Союза, Венгрия, на шесть месяцев, отправляется в Соединенные Штаты Америки. Встречается там с господином Трампом, насколько я понимаю, еще с кем-то он тоже встречался, и по линии Госдепа США. Поездка идет в Киев, следующая поездка в Москву, следующая поездка в Пекин. Ну, видимо, здесь им важно начать показывать друг другу какие-то шаги навстречу. Потому что, как ни крути, в целом все устали от этой войны. И Пекину хочется определенной какой-то стабильности, деэскалации, потому что угроза Третьей мировой войны, угроза конфликта между Россией, поставщиком сырья в Китай, и, например, Америкой, Европой, которые являются большой базой для сбыта, произведенного на китайской фабрике, все это может негативно повлиять на Китай. В Америке тоже история с выборами, и каждая из сил сегодня эту карту пытается разыграть. В конце концов, Россия. В России Путин, например, сегодня уже заявил о повышении в два раза выплат. Они выплачивали 200 тысяч, сейчас 400 тысяч рублей при найме контрактников для отправки якобы псевдодобровольцев, наемников, вот этих денежных, на войну. То есть... А вот, кстати, Владимир, да. ...идеи желающих. Я просто хотел, да, я хотел... Кстати, просто немножко... Эта история тоже очень важна. Мы с предыдущим гостем Юрием Федором о том говорили, и таким образом они поставили задачу, российские власти, об этом говорит британская разведка, замолить деньгами на фронт еще 400 тысяч человек. Но вот это самое большое, вот общаясь с людьми, которые и достаточно пессимистично относятся вообще по поводу исхода войны, люди с самого начала говорящие, что санкции против Путина будут иметь ограниченное решение, что касается сдерживания военной махины в Украине. Так вот, даже они говорят, что самый такой вот чувствительный момент для Путина это вот число X, количество тех, которых он в качестве пучечного мяса может набирать за деньги каждый месяц. Минобороны утверждают, что это 30-40 тысяч человек, но мы не знаем на самом деле, насколько это так, и вот в контексте 400 тысяч еще, насколько это вообще вам кажется реалистичным? Ну, здесь они собираются выплачивать им 400 тысяч, найдутся ли еще 400 тысяч нищих, закредитованных, готовых на все и отдать за деньги, продать свои руки, ноги и жизни? Я сомневаюсь все-таки. То есть, видимо, они не от хорошей жизни увеличивают, повышают ставки. Понятно, что для них ситуация некого вабанка сегодня. В целом, судя по тем источникам, которые у нас есть в России, Путин ведет такую... Ну, если хотите, он берет на понт Запад, пытаясь показать, что он может еще и год, и два, и три, и четыре воевать, и снарядов у него достаточно, и ракет у него достаточно, и людей у него достаточно. На самом деле это не так. И с вооружением там все печальнее и печальнее, потому что санкции, как ни крути, работают, и у них снижается потенциал воспроизводить то, что они расходуют на фронте. Резервы Северной Кореи и Ирана, они тоже небездонно иссякают и полностью обескровить своей армии, несмотря на дружбу, там, временную дружбу с Путиным, они тоже не готовы. Ни тот, ни другой. Поэтому, да, у Путина, ему хочется запугать всех, сказав, что вот он готов еще и год, и два, и три в этом объеме воевать, но на самом деле, конечно, он понимает, что у него тоже есть определенная... Вот есть как понятие усталость металла, вот усталость системы. В какой-то определенный момент она может руку. Поэтому вполне возможно, что это, да, это попытка сейчас вот такой некой первых шагов в сторону разрядки. И как раз мы с вами понимаем, что обмены пленными и обмены на шпионов на шпионов или каких-то знаковых фигур на путинских шпионов, это в любом случае прерогатива, в первую очередь, спецслужб. Соответственно, здесь у спецслужб появляется плацдарм для восстановления контакта, для какой-то попытки сделать шаг назад, чтобы стрелка часов отодвинулась вот от этого там судного дня еще хотя бы на минуту, на две. Это на самом деле важно для всего мира, не скрывая. Вопрос лишь в том, какие условия могут быть поставлены и к чему в итоге начнут принуждать здесь Украину, у которой 20% территории оккупировано и уже погибло большое количество людей в результате этой подлой войны. Ну а тем временем в Госдуме пересмотрели уже принятый закон, который разрешают без суда отправлять на группу вахту военных, использующих телефоны. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал вернуть документы во второе чтение и внести изменения по просьбам военных. Теперь гаджеты можно использовать, но только в рамках выполнения боевых задач. Напомню, закон вызвал волну ярости со стороны Z-военкоров. Они предложили отправить сами депутатов на фронт без средств связи. Некомендантности полный отрыв от реалии. Вот и все, что хочется сказать, пишет Максим Каскад, автор телеграм-канала о связи и технологиях в войне. Сейчас без гаджетов на войне никак. Создайте сначала замену уже состоящейся системой управления войск хотя бы армейским чатом в телеграм, которым не сенсорное слово, а целые общевойсковые армии управляются. Возмущается телеграм-канал два майора. Ну а основатель сам... Так, это уже другая тема, извините. Да, Владимир, о чем это может говорить? То есть, что, собственно, уровень дисциплины до сих пор уже на третьем году войны недостаточный, да, и, видимо, потери очень серьезные результаты неосторожного использования гаджетов. Ну, изначально история, вот идея этого законопроекта, она родилась в тот момент, когда YouTube начал наполняться роликами, которые на нашем канале мы публиковали, у них там миллионы просмотров и другие это все подхватывали. Когда из российской армии начали поступать видео, когда людей сажают в ямы, или когда им дают какое-то там неисправное оборудование. Ну, в общем, очевидное такое видео, видео подтверждение позора российской армии. Конечно, это все было очень болезненно для руководства Минобороны, для Путина, и это все с точки зрения там их политтехнологичного электорального эффекта тоже срабатывало в минус Путину каждый раз, когда все видели, что у него там не вторая армия мира, а у него такое сплошное позорище, там с старой гимнастеркой и с рациями 30-летней давности, которые при этом еще и не работают. Вот какая у них была задумка. И, в принципе, она достаточно понятная мысль, почему они захотели посадить там в ямы или на гауптвахты, или какой-то административный арест тех, кто нарушает какую-то присягу. Но они понимают, что если только они сейчас попробуют забрать у солдат мобильные телефоны, ну, по сути, это, слушайте, это как правило внутреннего распорядка следственных изоляторов и колоний. Заключенным запрещают иметь мобильную связь, и солдатам тоже их лишают связи. А как тогда обеспечить их связь с родственниками, например? Ну, забрать у них мобильные телефоны. Это значит, сразу нужно единомоментно построить огромное количество каких-то пунктов, куда они будут являться для того, чтобы... То есть, в общем, эта идея сегодня, она малореализуема, она может привести к вспышке негатива и агрессии, может стать последней точкой, последней каплей в настроениях и без того не особо лояльной армии. И, конечно, когда начнут уже закрывать на 10 суток просто за телефонный звонок маме, жене, ребенку, но я думаю, что это отнимет последние какие-то там поддержки у Путина в российской армии, может вполне стать таким поводом, мотивом для рецидива вооруженного мятежа, но только уже не ЧВК Вагнер, а уже регулярных войск. Поэтому они отматывают пленку назад, сейчас они постараются эту историю заволокитить, уйти на второй круг, уйти на какую-то там доработку чего-то там и, наверное, вот как-то положить его еще там на какое-то время под сукном, потому что, ну, физически, как они собираются вооруженных людей с автоматами в руках закрывать куда-то там за мобильный телефон и как это все фиксировать. Ну, понятно, что это превратится в дубинку, в очередной источник и повод для вымогательства. Там широко развито сегодня вымогательство, а как раз ловли еще на мобильных телефонах превратится, ну, то есть это приведет к какому-то глобальному там звездецу и все это они там начали понимать. Владимир, ну, а вот тем временем это интересная такая история, не знаю, очередная такая внутрикавказская и не только драма основательница Wildberries, это очень крупная компания, Татьяна Бакальчук подала в суд иск о разводе с мужем. Напомню, 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что к нему навстречу приехал хозяин организации Бакальчук Владислав, у которого якобы возникли серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Бакальчук выгнуждал, что его жена связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес. Кадыров же заявил, что компания РАЗ-Аудор осуществила откровенный наглый рейдерский захват Wildberries. Тем временем Бакальчук заявляет, Татьяна, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, что с самого начала все было согласовано с ее мужем и по данным СМИ сделку по объединению маркетплейса в Альберсе оператора дружной рекламы РАЗ-Аудор организовал член Совета Федерации Абдегистана миллиардер Сулейман Керимов, который, по крайней мере, какое-то время назад считался очень близким к Кремлю, к Путину, человеком. Именно Керимов привел Татьяну Бакальчук сначала к главе администрации президента Антону Войно, потом организовал встречу с самим Путиным. Путин якобы одобрил слияние двух компаний, которые ему препонесли как создание такого российского конкурента Амазону. Интересно вообще, а при чем здесь Рамзан Кадыров? Знаем, что Сулейман Керимов сам выходец из Дагестана и что тут? Мы говорим о некой такой внутри клановой кавказской борьбе и почему опять-таки апеллирует к Рамзану? Ну, всем известна книга Марио Пьезо «Крестный отец» и фильм, который был снят по мотивам этой книги, наверное, его смотрел когда-то Рамзан Кадыров, который хочет каким-то образом походить на крестного отца, но в данном случае он уже в роли крестного сына, потому что для него Путин стал крестный отец после гибели, после взрыва его отца. Но, в общем, он играет эту роль, ему очень сильно хочется быть таким главным авторитетом, главным крестным отцом Российской Федерации, где даже миллиардеры приезжают к нему на прием с тем, что вот и опять же разыгрывают какую карту. Там развод и определенное там слияние поглощения, но все это интерпретируется в историю личной жизни. Верните маму, многодетную мать в семью, как же она отбилась от рук и так далее. Это столкновение вот с одной стороны такого кадыровской системы управления, со светской системой управления, которая все-таки это как, знаете, некое противостояние Москвы и Кавказа, вот этих вот двух разных традиций. Понятно, что администрация Путина на стороне здесь Татьяны Бакальчук, потому что это их личная жизнь. хотят, они вместе живут, не хотят, они вместе не живут. Пока еще окончательной кадеризации России не случилось. Рамзан на этом хочет сыграть, но прям по видео видно, что это тешит его самолюбие или там себелюбие во всей этой истории. Но там на самом деле история многослойная, гораздо глубже. Мне вот сегодня, например, видео прислали уже те чеченцы, которые пострадали на одном из складов Wildberries, которые подверглись жестокому избиению со стороны Чопа Омега, который охраняет склады Wildberries. Мы сейчас их отсматриваем внимательно, наверное, там завтра или послезавтра опубликуем. То есть там на самом деле история гораздо более глубинная и противостояние там достаточно давно. С одной стороны, это топовая история, миллиардеры разводятся и какие-то разные люди, которые так или иначе имеют к Путину свой вход, они пытаются продемонстрировать встать на ту или иную другую сторону. Ну, по сути, все это, знаете, как в 90-х, как у бандитов было, когда два коммерсанта между собой ссорятся, один идет к одним криминальным авторитетам, другой к другим, криминальные авторитеты из того и с того забирают, потом встречаются вместе, смеются, кушают вместе шашлык, предприниматели остаются в той же самой ситуации, только у того и у другого по максимуму все забирают. Вот здесь как раз история, где с одной стороны Сулейман Керимов, война Путин, с другой стороны Кадыров, ну, на самом деле, это, знаете, это большой палец и мизинец одной и той же руки, но при этом имитируется, что есть какие-то разные с климатом, это все сказки дядюшки Римуса с тем, чтобы наивные дурачки свои капиталы заводили в Россию, где их будут доить. С одной стороны АП, с войной и с Кириенко, а с другой стороны Кадыров, но в любом случае доить, и в любом случае это не имеет никакого отношения к правовому полю, особенно, когда там тот же самый Рамзан Кадыров, он даже не стесняется, он говорит прямо, что он попросит еще и депутата Адама Делимханова заняться этой историей, то есть человек, который имеет статус законодателя в России, опять же, как наместник Кадырова в Москве, должен будет разруливать эту ситуацию, вместо того, чтобы писать какие-то грамотные нормальные законы, Адам Делимханов будет с Кадыровцами вмешиваться во всю эту историю. Ну, мне кажется, что если бы Марио Пьезо вот знал, как все происходит сейчас в Грозном и в Москве, а не на Сицилии, я думаю, что он бы написал еще и продолжение Крестного Отца, вот, и понял бы, что все его там эти криминальные лидеры итальянской мафии в Америке, это все-таки дети в песочнице по сравнению с тем, что делают сегодня вот это вот, путинские академики в кавычках. если не помню, еще буквально пару минут, просто я хотел узнать ваше мнение отчет того, что сейчас происходит на далеких таких фронтах украино-российской войны, судя по всему, добавляются сюда новые плацдарны, и молители, и Сирия, моли мы видели, как украинская сторона, по крайней мере, по признанию самого гура украинского, очень успешно поработала с туарегами, было уничтожено от 20 до 80 вагнеровцам, об этом передает по крайней мере Медуза, и вот сейчас та же Медуза со ссылкой на Киевпост пишет, что украинская разведка нанесла удар по военным объектам Российской Медерации в Сирии, возможно, идет речь о российской военной технике на базе Квайрес в провинции Алеппо, есть даже смонтированное видеоозаподленность видео не подтверждена, и тем не менее, возможно, это имело место удивительное, на самом деле, для развития ситуации, насколько вы считаете, это полезно, и как это может помочь вообще Украине подобные возможности очень широко, глобально пытаться мешать путинской стратегии вредительства и на африканском континенте, и на Ближнем Востоке. Существуют информационные и психологические операции, существуют различные информационные войны, это одна составляющая, это оставляем за скобками, здесь все понятно, кто кого, вот, есть подоплека, вот, по крайней мере, того, что произошло на границе Мали и Алжира, там все очевидно, Пригожин с Уткиным когда-то, получив лицензию на убийство и огромное финансирование от Кремля, создали группировку, которая называлась ЧВК-Вагдар, во многих цивилизованных странах мира она признана уже давно террористической организации из-за своих бесчеловечных и жестоких методов. В какой-то определенный момент этот монстр вышел из-под контроля и мы увидели глаза трясущегося, буквально там запуганного в стрессе впервые за долгое время Владимира Путина, когда эта колонна шла в сторону Москвы. Это было 23-24 июня прошлого года. Конечно, Путин не смог забыть этот стресс и они отомстили. 23 августа прошлого года они ликвидировали, убили, казнили, кто в зависимости от территориальности где находится и к какому лагерю информационному относятся, для себя выберет удобный глагол. В общем, они убили, расправились над Удкиным, Пригожным, потому что они возглавляли того монстра, который вышел из-под контроля и вот эта банда головорезов вдруг начала угрожать создателю этой террористической организации. А дальше их планово начали сепарировать, разделять, с ними начали работать, кого-то забрали как того же Александра Кузнецова с позывным Ратибор в Ахмат от Аптела Удинова, да, при том, что в бытность пока еще там до мятежа, буквально там за месяц-за полтора тот же самый Ратибор сидел под Бахмутом и записывал какие-то видео, где унижал эти тикток-войска и указывал как раз депутатам на то, что они должны заниматься законодательной деятельностью. В этой части он, наверное, был больше прав, чем неправ. Он оказался как раз целым рядом штурмовых отрядов под Кадыровым. Ему показали его место и очень быстро объяснили, что он теперь будет в составе этих самых условных тикток-войск. А часть пригожинцев, они остались верной идее, они сохраняли свои позиции в Африке, в том числе в Мали, у них были выгодные контракты, они занимались физической защитой африканских диктаторов, они занимались инструкторской работой с их подразделениями, они занимались охраной наиболее ресурсных месторождений нефти, газа, золота, алмазов, редкоземельных металлов и так далее. Но в какой-то определенный момент, вот когда их обезглавили, часть из них забрали под Кадырова, часть в Росгвардию, значит, нужно было делать что-то с той самой частью, которая сохраняла верность условной идее, которые унаследовали традиции Уткина и Пригожина, которые им поклонялись, и вот с ними мы увидели, что произошло. Два отделения 13-го штурмового отряда передвигались на границе между Малией и Алжиром, и кто-то слил их данные, их координаты перемещения, им устроили засаду, ну и там по видеокадрам видно, что там не было какого-то большого позиционного боя, там просто со всех сторон их окружили единомоментно и в том месте, где у них был привал, их просто разложили и убили большое количество наемников. Что произошло дальше? Хочешь понять, что происходит? Да, зри в корень, кому это выгодно? А здесь у нас уже есть информация от наших источников, что на позиции ЧВК Вагнер сейчас заходит африканский корпус Министерства обороны и целый ряд прокси, которые раньше назывались ЧВК редут, так называемые в кавычках, а сегодня это уже там отдельная войсковая часть спецназа под руководством Константина Мерзоянца, причастного кстати говоря в 90-х убийства журналиста Холодова. И мы здесь понимаем прекрасно, что у них просто забирают последние их активы, последние их контракты и по стечению обстоятельств в этой колонии были одни из руководителей остатков ЧВК Вагнер, был один из их главных рупоров пропагандистов, автор телеграм-канала Грейзон, который очень много важного публиковал того, на чем в целом Пригожин выстраивал информационную повестку. По сути, да, одно из самых таких лояльных Пригожина и Уткину Звенев было просто разгромлено, а их активы, их договоры, они ушли как раз к тем, кого курирует Юнусбек Евкуров, тот самый замминистра обороны, который испуганный сидел на лавочке, окруженный вагнеровцами 23 июня прошлого года. Ну, такая месть, вот такое вот блюдо, которое подают холодным, и мы это все видим, что с этим происходит. Как это и... Но это вовсе не означает, что к этому могут быть непричастны те же самые украинские ГУР, их агентура. Возможно, здесь кто-то и по линии Минобороны слил либо Туарегом, либо в ГУР эти данные, воспользовался их дронами и их боевиками с тем, чтобы устранить неугодных себе. В любом случае, с точки зрения России, это передел, это рейдерский захват, последние части активов, которые еще до этого были не под контролем тех, кто сегодня связан с руководством СВР и Минобороны. Владимир, спасибо огромное за беседу. Друзья, подписывайтесь на ГУЛАГ, у нас оставим всю информацию про границу Владимира под этим видео. Владимир, до следующих встреч. Спасибо.